здравствуйте мои дорогие на днях кто-то оставил комментарий ну и чего особенного ты нам там тут показала да ничего особенного я вам не показываю я вам показываю хорошо знакомые все вам рецепты просто пытаюсь воспроизвести в памяти то чем нас кормили наши мамы бабушки тети дяди чем мы питались это было просто и вкусно именно простота залог успеха в этой истории поэтому погнали делаем салат из свеклы с черносливом самый простой самый базисный вариант у меня есть свекла вот две штучки я ее натираю просто на крупной терке показываю сегодня реально базисный вариант и даже расскажу чем это все можно разнообразить 1 2 все дело одной секунды буквально единственное что грязно руки не хочется пачкать свекла натерта зубчик чеснока тоже на терке ну просто на мелкой кто любит побольше чеснока делайте побольше кто любит поменьше делайте поменьше чернослив друзья мои я люблю чернослив в этой истории чем мельче ти вы его нарежете тем вкуснее а хотите сделайте просто полосочками я режу на полоски а потом еще одну так плюс минус на какие-то кубики чем свежее чем мягче будет ваш чернослив тем вкуснее получится ваше блюдо если у вас чернослив сухой но замочите его рекомендуют иногда горячей водой я предпочитаю замочить теплой водой но на длительное время и так все нарезали майонез сколько-то майонеза опять же любите больше делайте больше любите меньше делайте меньше любите не хотите майонез ну сделайте с каким-то йогуртом или со сметаной по сути все дальше вариации хотите добавьте соленый огурец или маринованный хотите добавьте грецкие орехи вместе или вместо чернослива добавьте курагу полезно вкусно свекла практически не теряет своих полезных качеств при варке при запекании ешьте такой простой обычный салатик к мясу к рыбе да в общем-то к любому блюду как небольшой приятный вкусный гарнир и да я это не солю